Итак, хостинг у нас связан с доменом. Теперь наша задача познакомиться с основными инструментами, которые здесь есть, и в конце концов поставить уже вместо вот этой заглушки сюда WordPress. С чего мы начнем? Начнем мы с работы с файлами. Это самое важное, наверное, что вам нужно уметь. Загружать файлы на сервер, удалять их оттуда, скачивать и так далее. Здесь у нас есть два варианта работы. Начнем с первого. Это задействовать инструмент, который есть прямо здесь в панели управления. Он называется файловый менеджер. Если мы перейдем в файловый менеджер, у нас открывается список директорий, которые здесь есть. Нас интересует директория domains. Там расположены наши сайты. И вот у нас директория от того сайта, который мы уже удалили, а вот директория от нашего основного домена. У вас, естественно, будет свой. У меня он 1146.ru. Вот здесь, если зайти внутрь, мы увидим директорию public.html. Это основная корневая директория, в которой находятся все файлы нашего сайта. И на данный момент в ней один единственный файл index.php, который как раз-таки выводит вот эту информацию сюда. Теперь что нам нужно сделать? Давайте попробуем сюда загрузить архив и распаковать его здесь. Вот я специально подготовил архив. Он у меня лежит на диске C. Вот он называется test.zip. Как мне его загрузить, допустим, на хостинг, чтобы он у меня был доступен по адресу, допустим, files.test.zip. Вот как мне сделать так, чтобы этот файл люди могли скачивать вот по этой ссылке. Сейчас вот нам пишут not found. Для этого мы, соответственно, здесь создаем директорию файлов для начала. Для этого кликаем вот по этой иконке «Создать папку» и называем ее files. Вот мы создали эту директорию. Заходим внутрь. И теперь нам нужно загрузить сюда этот файл. Для загрузки пользуемся вот этим инструментом «Загрузить файл». Вот я указываю этот архив test.zip, и у меня пошла загрузка. Все, файлы успешно загружены. Вот теперь, если я попробую еще раз обратиться к этому адресу, то у меня должна начаться закачка этого файла. Нажимаю, да, вот у меня загрузка завершена. Файл успешно загрузился. Теперь, что касается распаковки. Если я выделяю этот архив, то обратите внимание, у меня появляются новые инструменты, новые возможности здесь активируются в панели. Вот они сейчас недоступны, но если я выделяю этот файл, то, во-первых, я могу его скачать с сервера, я могу его удалить, я могу его отредактировать, переименовать, переместить в другую директорию, скопировать. И вот нас интересуют вот эти два инструмента. «Извлечь архив» или, когда нужно, можно, наоборот, из нескольких файлов создать архив на сервере. Вот сейчас меня интересует «Извлечь архив». Нажимаю «Извлечь» и все. Вот у меня произошло извлечение прямо здесь же, и внутри оказался вот такой файл «test.txt». Вот таким образом вы можете закачивать файлы на сервер, работать с ними. Вот сейчас для обучения давайте еще удалим. Вот я выделил этот файл, нажимаю красную кнопку «Удалить». Файл у меня удалился. То есть ничего сложного, самые простые инструменты, все подписано, и вы можете этим пользоваться. Это был первый вариант, который мы будем очень часто использовать для работы с файлами на сервере. Но есть еще и второй вариант, который пригодится нам в тех ситуациях, когда нам нужно загрузить на сервер какие-то объемные файлы. Допустим, какой-то большой образ какого-то курса, который весит 4 гигабайта. Через браузер его загружать не всегда у вас получится, поэтому такие вещи нужно загружать через так называемые FTP-клиенты. FTP-клиенты — это специальные программы, которые позволяют установить соединение между вашим компьютером и сервером и обмениваться между ними файлами и директориями. Самый популярный клиент на сегодняшний день — это клиент FileZilla. У него есть официальный сайт FileZilla.dfizproject.org. И есть вот такой сайт FileZilla.ru, где можно скачать русскую версию этого FTP-клиента. Поэтому заходим сюда, нажимаем «Скачать FileZilla». Здесь есть версии как с полноценным установщиком, так и портативные версии, которые работают без установки. Вы можете скачать полноценную версию. Я скачаю портативную, потому что у меня полноценные настроены на мои проекты, а в портативные мне как раз будет удобно вам показать. После закачки вы увидите установщик. В данном случае у меня портативный выглядит вот так. Нажимаю «Запустить». Так, далее «Установить», «Запустить». Вот так выглядит главное окно программы. Слева мы видим наш компьютер, справа у нас будет сервер. Пока что соединение с сервером не установлено, поэтому здесь пусто. Чтобы настроить соединение, кликаем на эту иконку в левом верхнем углу «Открыть менеджер сайтов». И нажимаем «Новый сайт». Соответственно, здесь можем сразу прописать наш домен, чтобы потом быстро понимать, что это вообще за сайт. И теперь нам нужно прописать параметры для доступа к этому сайту по протоколу FTP. Для этого нам понадобится письмо, которое нам прислал хостинг-провайдер. И как раз-таки данные для подключения по FTP мы эту строку уже использовали. Задействуем еще раз. Копируем IP-адрес и указываем его в поле «Хост». Далее ставим тип входа «Нормальный». И вот сюда указываем пользователя и пароль. Вот он, пользователь. И вот он, пароль. Так, и нажимаем «Соединиться». Так, здесь он просит, сохранять ли пароли. Я поставлю «Сохранять». Все, вот он у меня соединился. И вот она та же директория «Домейнс», которую мы видели через файловый менеджер, а она теперь видна через FTP-клиент. Внутри вот он, наш сайт 11.26.ru и папка public.html. Внутри директория файлов, которую я создал. И внутри архив «Тест.zip». Сейчас я его попытаюсь оттуда удалить. Нажимаю «Делит». Да, все, он оттуда удалился. И теперь нужно закачать его туда уже с моего компьютера. Для этого я на диске «С» нахожу этот архив. Так, вот он, этот архив «Тест.zip». Нажимаю правой кнопкой мыши и нажимаю «Закачать на сервер». Все, вот он у меня появился на сервере. Здесь, в принципе, все на русском языке. Если вам нужно создать директорию, просто нажимаете в окошке сервера правой кнопкой мыши «Создать каталог». Все точно так же. Создаете каталог. Вот он создался. Заходите внутрь. Сюда можете также со своего компьютера, с любого диска загрузить нужные вам файлы. То же самое в обратном порядке. Если вам нужно скачать файл, выделяете его, правой кнопкой мыши «Скачать к себе на компьютер». Ну и здесь то же самое. Вы можете переименовать его, удалить. Я думаю, с этим все понятно. У вас может возникнуть вопрос, какой из способов лучше и какой надо использовать. На самом деле на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что в каких-то ситуациях удобнее пользоваться файловым менеджером, который идет в панели управления хостинг-провайдера. И мы будем пользоваться и в основном именно этим вариантом, потому что он удобнее, понятнее. И здесь самое главное – есть возможность распаковки архивов. Потому что очень часто нужно загрузить на сервер очень много мелких файлов, и загружать их через FTP-клиент – это неудобно. Гораздо удобнее запаковать их в один архив, закачать на сервер и затем здесь распаковать. Вот в файловом менеджере такая возможность есть. Мы можем выделить архив и распаковать его. А вот в файл Zilla и в любом другом FTP-клиенте у вас такой возможности не будет. Здесь нет такой функции «Распаковать архив». Потому что у каждого хостинга свои инструменты распаковки – это все-таки решение такое универсальное, и оно не может подстроиться под всех хостингов. Поэтому я лично использую файл Zilla в ситуациях, когда мне нужно загрузить какие-то объемные файлы на хостинг, а во всех остальных случаях пользуюсь файловым менеджером. Вам предлагаю тоже придерживаться такого подхода. Ну и дальше вы уже на протяжении курсов по WordPress, которые мы с вами будем изучать, уже увидите, как эта вся работа происходит. А на этом я здесь остановлюсь. С файловым менеджером мы с вами разобрались, и дальше в следующем видео будем смотреть следующие инструменты. Жду вас там. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...